Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, мои хорошие. Вы, конечно, помните, что герою повести Фрэнсис Бёрнетт «История маленького лорда» предстояло на днях путешествия в Англию на корабле. В последнюю неделю перед отплытием Седрик совершил немало любопытных поступков. Во-первых, они вместе с мистером Хэвишемом купили торговке яблоками печурку и тёплую шаль, а ещё навезли её лотка, чтобы она не мокла под дождём. Старуха просто онемела от изумления и не могла поверить своему счастью. Вы не знаете, какая это добрая женщина, заметил Седрик, идя с мистером Хэвишемом по улице. Раз я упал и сильно ушиб коленку, и она дала мне даром яблоко. Я этого никогда не забуду, ведь нельзя же забывать тех, кто сделал тебе добро. Свидание с Диком было очень трогательным. В этот день Джек сильно обидел бедного Дика, и тот стоял на обычном своём месте, грустный, убитый. Надо себе представить, что с ним сделалось, когда Седрик спокойно объявил ему, как он намерен его выручить. Известие, что его маленький друг сделался лордом, и есть опасность, что со временем он будет графом, ну, если проживёт долго, до того поразило Дика, что у него свалилась шапка с головы, и он стоял, разинув рот. «Хватит врать-то!» – бросил он. Маленький лорд несколько смутился, однако скоро оправился. Сначала все так думали, что это неправда. Мистер Гобс решил, что у меня солнечный удар. «Я сперва не очень был рад, что я лорд, но теперь доволен. Мой дедушка, граф, хочет, чтобы я делал, что мне угодно. Он такой добрый, прислал мне с мистером Хевишемом кучу денег, и я принёс вам столько, сколько нужно, чтобы откупиться от Джека». В конце концов, Дик откупился от своего компаньона и открыл собственное дело. Он получил изумительную вывеску, новые щётки и отличное снаряжение. Он, как и старая торговка, не верил своему счастью и глядел так, как будто всё это был чудесный сон. И он боялся, что в любой момент может проснуться. Опомнился Дик только тогда, когда Седрик подал ему руку на прощание. «Прощайте», – сказал маленький лорд, и голос его дрогнул, а в больших карих глазах сверкнули слёзы. «Надеюсь, что ваше дело пойдёт успешно. Мне жаль уезжать от всех вас. Пишите мне, пожалуйста, вот мой адрес». И он подал Дику клочок бумаги. «И... и... прощайте, Дик». Дик быстро заморгал, хотел что-то сказать, но в горле застрял ком. «Я... я не хочу, чтобы вы уезжали», – произнёс он, наконец, глухо. Взглянув на поверенного, он снял шапку. «Спасибо, сэр, за всё, что вы сделали. Седди – славный мальчик, да? Я всегда говорил, что он славный мальчик». Когда они ушли, Дик всё стоял и смотрел им растерянно вслед, не спуская глаз с маленькой фигурки, отважно шагающей рядом с высоким сухим адвокатом. Горло ему сдавило, в глазах стояли слёзы. В оставшиеся до отплытия дни маленький лорд постарался провести как можно больше времени в лавке у мистера Гоббса. Мистер Гоббс был мрачен. Его отдалевала тоска, когда Седрик торжественно вручил ему на прощание золотые часы с цепочкой. Мистер Гоббс даже не смог как следует поблагодарить его за подарок. «Откройте часы», – попросил Седрик. «На крышке есть надпись. Я сам сказал, что вырезать внутри. Мистеру Гоббсу от его самого старинного друга лорда Фаунтли Роя. Глядя на эту надпись, вы каждый раз будете вспоминать обо мне. Я не хочу, чтобы вы меня забывали. Я... я никогда не забуду вас», – произнёс мистер Гоббс как-то растерянно. «Вы-то смотрите. Не забудьте меня среди аристократов». Наконец, все приготовления были закончены. Настал день, когда сундуки отвезли на пароход, и в определённый час к дверям дома подкатила коляска. Перед самым отплытием, когда Седрик стоял на верхней палубе, он вдруг заметил, что кто-то проталкивается через толпу. Это был дик. Он, запыхавшись, прорывался сквозь толпу с чем-то красным в руке. «Я всю дорогу бежал. Хотел ещё раз проститься с вами. И дать платок на память». Он говорил с трудом, переводя дух, и в эту минуту прозвонил колокольчик. Дик опрометью бросился назад, прежде чем Седрик успел вымолвить слово. «Прощайте!» – кричал Дик уже издалека. «Носите мой платок, когда будете среди аристократов!» Через две секунды Седрик с матери увидели, как Дик пробрался сквозь толпу на нижней палубе и сбежал на берег за миг до того, как убрали сходни. Ступив на землю, он остановился и взмахнул кепкой. Седрик развернул платок. Он был алого шёлка, украшен лошадиными головами и подковами. Маленький лорд подался вперёд и замахал красным платком. «Прощайте, Дик!» – закричал он изо всех сил. «Спасибо, Дик!» Пароход отчалил. Маленький лорд Фонт Лерой покидал свою родину, направляясь в незнакомую страну своих предков. Во время плавания миссис Эрл сообщила Седрику, что она не будет жить с ним в одном доме. Мальчик пришёл в такое отчаяние, что мистер Хевишем тут только убедился, как хорошо старый граф поступил, решив, чтобы миссис Эрл жила недалеко от сына и часто с ним виделась. Иначе он, конечно, не вынес бы разлуки. Миссис Эрл говорила так нежно и с такой любовью, что в конце концов он успокоился и перестал страшиться разлуки. Но он никак не мог понять, почему эта дорогая должна жить отдельно от него. Дело в том, что миссис Эрл решила, что лучше не посвящать его в причины решения, которые принял граф. «Лучше не говорите ему», сказала она мистеру Хевишему. «Он не сможет понять графа и только огорчиться. Я уверен, что ему будет проще полюбить графа, если он не будет знать, что тот с такой неприязнью отнесся к его матери». Вот почему Седрику только сказали, что для такого решения были свои причины, которые он по молодости лет понять не может, но о которых узнает, когда подрастет. Он понемногу успокоился, хотя время от времени мистер Хевишем видел, как он глядит задумчиво на море и тяжело, не по-детски вздыхает. «Мне это распоряжение не нравится», говорил маленький лорд-адвокат. «Впрочем, в жизни немало бед, и надо уметь с ними смиряться». Мэри так говорит, и мистер Гоббс тоже, да. «А дорогая хочет, чтобы мне нравилось жить у дедушки, ведь у него все дети умерли, а это очень тяжело. Того, кто всех своих детей потерял, можно только пожалеть». Всех, кто знал маленького лорда, особенно трогала рассудительность, с какой он вел иногда беседу. Время от времени он высказывал мысли, достойные людей, умудренных опытом, что в сочетании с его круглой ребяческой рожицей производило неотразимое впечатление. Постепенно и мистер Хевишем начал получать немалое удовольствие от бесед с ним. «Значит, вы постараетесь, чтобы дедушка вам понравился?» спросил он однажды у мальчика. «Да, – отвечал Седрик, – он мой очень близкий родственник, и, разумеется, каждый должен любить своих родных. Если бы кто другой так много для меня сделал, как граф, и доставил бы мне столько удовольствия, то я и его бы любил, а уж о близком родственнике и говорить нечего». Надо сказать, ребята, что во время путешествия Седрик очаровал всю команду корабля и всех пассажиров. Он со всеми был вежлив, добр и приятен в общении. Но его мать с трудом сдерживала свое волнение. Она не знала, как отнесется к внуку раздражительный и никого не любящий дедушка. Но об этом в следующий раз. Ангелы вам, хранители мои хорошие. Продолжение следует...